Создание нового 3D-слоя Программа Adobe Photoshop CS5 поддерживает целый ряд форматов для работы с 3D-объектами. Вы сможете обрабатывать и объединять существующие 3D-объекты, создавать новые 3D-объекты, создавать и редактировать 3D-текстуры, а также объединять 3D-объекты с 2D-изображениями. Photoshop дает возможность открывать 3D-файлы, созданные в различных программах, и поддерживает следующие форматы 3D-файлов U3D, 3DS, OBJ, KMZ и DAE. Для того, чтобы воспользоваться 3D-возможностями программы, необходимо создавать отдельные 3D-слои, с которыми и будет вестись дальнейшая работа. Следует отметить, что для работы с трехмерной графикой выделен отдельный пункт в рабочей области 3D, в котором содержатся все основные инструменты для работы с 3D-объектами. Также на панели инструментов находятся средства для управления 3D-объектами и 3D-камерой. Рассмотрим более подробно, как работать с данными объектами. Для этого создадим новый трехмерный слой. Стоит отметить, что новый трехмерный слой должен быть создан из уже существующего. Создайте новый документ. После чего, откройте меню 3D на панели управления и выполните команду «Новая 3D-открытка из слоя». Как вы можете заметить, в рабочем пространстве появился новый инструмент в виде координатных осей. С помощью этого инструмента вы сможете совершать различные действия над своим 3D-объектом, приближать и удалять его, вращать и панорамировать. Также вы сможете воспользоваться инструментами с панелей инструментов. В программе Adobe Photoshop CS5 имеется также возможность создавать новый слой из файла 3D. Для этого выполните команду «Новый слой на основе 3D-файла» в меню 3D. В появившемся диалоге просто укажите путь к файлу с 3D-объектом. Данные операции очень требовательны к ресурсам вашего компьютера, так что чем детализированней объект, тем дольше он будет загружаться. При выборе 3D-слоя на панели 3D в верхней части экрана будут отображаться все компоненты связанного с ним 3D-файла. В верхней части этой панели находится список сеток, материалов и источников света, сохраненных в данном файле. А в нижней части панели отображаются параметры и настройки 3D-компонента, выбранного в верхней части. Продолжение следует...